Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я бы хотела рассказать вам о своих новинках натуральной уходовой косметики от марки Organic Zone. Те ссылки на официальный интернет-магазин, а также на интернет-магазины, где можно приобрести данную косметику. Это в том числе и интернет-магазин Valberics. Я ссылочки вам оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите и смотрите. Ну давайте уже начнем. У меня здесь 5 средств по уходу за лицом и одно средство по уходу за телом. Давайте начнем с лица и я хочу начать с пилингов. У меня два средства. Один из них это скраб вот в такой баночке, сахарный скраб для сухой и чувствительной кожи. Очень-очень экономичный. Его необходимо буквально совсем немножко для того, чтобы хорошенечко промассировать кожу лица. Для тех, кто не любит слишком жесткий скраб, его можно нанести на ручки, растереть и потом уже помассировать кожу. Так как вы знаете, сахар он растворяется и получается как такой легкий пилинг. Если вы любите такое более жесткое скрабирование, то можно сразу же нанести на кожу лица, хорошенечко промассировать. Мне очень понравился этот скраб. Он содержит в себе масло какао и эфирное масло пергамота. Имеет на самом деле он такой приятный лимонный аромат. Очень хорошо очищает кожу. Действительно он улучшает цвет лица и как бы придает такой легкий тонус коже лица. И мне очень нравится. Следующий пилинг, который у меня появился, это пилинг для лица с аха-кислотами для сухой и чувствительной кожи. Это уже, конечно, более серьезный пилинг. Он имеет такую гелеобразную текстуру. На самом деле вся эта косметика очень экономичная. Вам вот этих продуктов хватит очень надолго. Здесь у меня 50 мл. Я использовала уже, наверное, раза 4. И я могу сказать, что это отличный пилинг, который реально работает. По аромату, он, знаете, что-то такое цветочно-сладковатое, немножко отдает гуашью мне почему-то, не знаю, вот ассоциации с гуашью. Знаете, нужно наносить на очищенную кожу по массажным линиям. И поначалу как бы, ну просто наносите. А через какое-то время кожа начинает краснеть. Я наношу на все лицо и также наношу на шею. Даже могу немного заходить на область декольте. Это стеклянная упаковка, темная, имеет дозатор. Мне хватает, ну буквально, я не знаю, два нажатия, может быть, два с половиной для того, чтобы нанести на все лицо и шею. Уходите вы 5-10 минут, если вы ощущаете сильное жжение, можете снять раньше. Но я никакого жжения, прям вот такого сильного, я ощущаю такое, ну покалывание, скажем так. Кожа действительно краснеет на той области, на которую вы наносите. И после лучше нанести увлажняющую маску или сыворотку, так рекомендует производитель. И так на самом деле делаю я всегда, когда использую какие-либо подобного рода пилинги. Всегда на следующий день у меня увлажняющая маска, а на ночь, я делаю вечером этот пилинг и рекомендую его делать вечером, да. А на ночь я наношу сыворотку с гиалуроновой кислотой, которую я вам покажу чуть позже. Следующий день кожа, вот по ощущениям, прям очень чувствуется, что такая прям подтянутая, такой тугар, тонус. Я не знаю, как это правильно назвать. И при этом нет стянутости, нет сухости, нет шелушений, нет никакого дискомфорта. Возможно, потому что я еще на следующий день обязательно делаю увлажняющую маску и сыворотку. А также использую обязательно вот этот скраб, чтобы если появились какие-то шелушинки, то их аккуратненько, деликатненько убрать. Своего лица. Очень мне понравился этот пилинг. Я считаю, это достойный продукт, достойный и бюджетный продукт, который понравится очень-очень многим. И после того, как я смываю, его можно смыть обычной водой. Использовать, я лично использую этот пилинг раз в неделю. Также и рекомендую его использовать производитель или реже. Но вот раз в неделю для комфорта, для хорошего состояния кожи мне вполне достаточно. И после того, как я его смываю, я наношу сыворотки. У меня их две. Одна для области вокруг глаз. Гиалуроновая сыворотка с экстрактом василька, маслом камелия, экстрактом петрушки и гиалуроновой кислоты. И вторая сыворотка, это уже для всего лица с лифтинг эффектом, которая тоже содержит гиалуроновую кислоту. Экстракт коленуса, масло черного тмина, много других очень полезных веществ. На самом деле, очень тоже меня порадовали эти сыворотки. В особенности сыворотка вокруг глаз. Она меня прям очень сильно удивила. Сыворотки имеют гелеобразную текстуру. Сыворотка для кожи вокруг глаз здесь находится 50 миллилитров. Мне хватает половину нажатия, чтобы нанести достаточно обильно на эту область. Что я заметила, разгладились мелкая сеточка морщин, которая вызвана обезвоженностью. И лично у меня в зимний период времени, не в зависимости от того, сколько градусов за окном и за отопление, у меня очень часто возникает проблема излишней сухости, обезвоженности кожи вокруг глаз. Сыворотка меня это спасла. Действительно, очень достойный продукт. И сыворотка для лица. Очень хорошо именно увлажняет кожу лица. Девочки сухой кожей меня поймут, придают коже комфорт. То есть коже комфортно. Я ее сверху запечатываю кремом. Просто потому, что я, наверное, так привыкла, что все сыворотки необходимо запечатывать кремушком. Но я могу сказать, что если бы они у меня появились летом, я, наверное, бы не запечатывала сверху кремом. И здесь производитель так и пишет нам, что можно использовать как самостоятельный продукт. Мне кажется, для комбинированной жирной кожи вообще эти средства можно использовать без крема. Они легкие, при этом дают очень хороший комфорт и никак не ощущаются на коже. То есть не придают ни липкости, ничего такого. И косметика не скатывается. Косметика очень хорошо держится, вот как обычно. И мне очень понравился этот эффект. Следующий продукт это вот такая масочка. Это альгинатная маска с коалином и гиалуроновой кислотой. Разглаживает морщины, повышает эластичность кожи, выравнивает цвет лица и так далее. Раньше я очень любила альгинатные маски. Потом как-то перестала ими пользоваться. И я могу сказать, что альгинатные маски, конечно, дают просто потрясающий эффект. Я использую их где-то два раза в неделю. И вижу результат кожи. Действительно, ну не то чтобы молодеть, но у него появляется такой тугор. Плотность кожи появляется, можно так сказать. На самом деле пакетик достаточно небольшой, но хватит надолго. Я разбавляю обычно теплой водой, наношу на кожу. И наношу я вот эту альгинатную маску поверх сыворотки. Вообще очень рекомендую альгинатные маски наносить именно поверх сыворотки. Тогда вдвойне работа происходит. То есть массаж вместе с сывороткой. И потом уже наношу альгинатную маску. И эффект, конечно, просто вау. Я думаю, что теперь альгинатные маски вообще поселятся у меня на постоянной основе. И мне кажется, девочкам 30 плюс альгинатные маски прямо вау. Альгинатная маска мне понравилась тоже. Единственное, что ее нужно хорошенечко перемешивать. Потому что я вот ее несколько раз очень плохо перемешивала. И у меня оставались комочки. Но я всегда тороплюсь. Боюсь, что она застынет раньше времени. Поэтому вот так вот у меня происходит. Просто хорошенечко перемешивать. Она не имеет никакого такого ярко выраженного аромата. Что прямо вот так вот воняло. Такого нет. И очень комфортно на коже. Застывает. Потом вы снимаете. У меня, правда, никогда не получается снимать вот так пластом. Я всегда снимаю кусочками. Но может быть, потому что я не так сильно много развожу. Не таким сильно толстым слоем накладываю. Но эффект все равно у меня есть. И последний продукт, о котором я вам хочу рассказать. Который я и дальше буду продолжать использовать. Это обертывание для похудения. Использую я его на область живота. Вы знаете, у меня, скажем так, талия не отличается стройностью. Поэтому я очень люблю именно на эту область использовать какие-либо средства. И вот взяла вот такое обертывание. Которое содержит масло какао-бобов, экстракт имбиря, молотый кофе и белую глину. Это шоколадное обертывание. Которое тоже достаточно экономичное. Можно использовать небольшой совсем слой. На самом деле выглядит оно очень аппетитно, девочки. И пахнет оно таким, знаете, не шоколадом, а какао. Вот таким свежесваренным какао. Очень вкусно. И очень вкусно выглядит. Это средство, когда вы наносите. Значит, нужно его нанести на очищенную кожу. И дальше сверху обмотаться пленкой. Кстати, очень вам советую использовать пленку не обычную пищевую, а строительную. Вот такую я ее специально принесла показать вам. Продается в обычных строительных магазинах. Она на самом деле намного плотнее, намного шире, чем обычная пищевая пленка. И когда я обматываю ее вокруг талии, то есть она реально обмотает мне пол тела, но она, по крайней мере, не скатывается. То есть не собирается посередине в талии, а достаточно плотно, хорошо сидит. Она очень плотная. Так что, девочки, кто любит делать обертывание в строительном магазине, советую взять вот такую пленочку. Но давайте вернемся к этому обертыванию. Вы когда наносите его таким небольшим слоем, ну как бы нанесли и внесли, обмотались, и я начинаю ходить, на самом деле держать ее необходимо где-то 40-60 минут. И первые 10 минут я лично вообще ничего не ощущаю. Может быть, у меня такая слишком толстая кожа в этой области, я не знаю. Но практически ничего не ощущаю. Потом постепенно начинает приходить тепло, и потом покалывание, и потом уже жжение. Но жжение такое не то, что мне возможно терпеть, а именно вот такое вот то, что нужно, я бы так сказала. И, в принципе, я спокойно 40-50 минут хожу обернутая, да, я сверху надеваю какой-то халат, занимаюсь делами по дому. И чем активнее я занимаюсь какими-то делами по дому, тем больше происходит вот это, ну не то чтобы жжение такое, да, но вот как бы эффекты я ощущаю больше. Потом я его смываю. Производители рекомендуют далее наносить какой-нибудь успокаивающий крем. Я наношу обычный крем для тела. И когда вы смываете, вот тогда вы понимаете, что эффект вообще вау. Потому что кожа красная, и когда вы смываете, если вы будете смывать горячей водой или слишком теплой водой, то будет как будто даже немножечко обжигать. Поэтому я слегка прохладной водой смываю, наношу крем. Здесь написано, что за 10 процедур можно потерять полтора-два килограмма от массы тела. Я, конечно, не знаю, я никак свое питание не меняла. Вы знаете, только у меня добавился сейчас спор, плюс делаю вот эти обертывания. Но у меня цель не такая. Нет, ну хотя пару сантиметров я бы убрала бы в талии. В общем, буду дальше пользоваться, потом вам расскажу. Единственное, что я сразу же заметила после первого применения, это то, что кожа подтягивается. Она реально подтягивается. Если у кого есть проблемы именно с кожей, я вообще вам супер рекомендую. Потому что действительно дает потрясающий эффект. Кожа вот у меня на области живота становится более такая подтянутая, более упругая и более ухоженная. Скоро лето, так что, девочки, я готовлюсь вовсю. Так что вот такие вот у меня новиночки были. Еще раз напоминаю, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобокте. Переходите, смотрите. Ну а я на сегодня с вами буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.